19 января в Екатеринбурге появился мемориал памяти антифашистов Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. В центре Москвы 19 января 2009 года их убили неонацисты. Помнить значит бороться, считают те, кто установил этот мемориал. И в течение всего дня люди приходят, ставят свечи, оставляют цветы. То есть Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова в Екатеринбурге не забыты. Я считаю, что этот день необходимо помнить просто всем, потому что, особенно в нашей стране, мы уже победили нацизм один раз. И очень страшно, что это явление, что эта мерзость продолжает каким-то образом в России проявляться иногда в чудовищных формах, таких как убийство людей. Причем убийство Маркелова и Бабурова это ведь не единственное убийство неонацистов, которое они совершают в России. И, к сожалению, ну если не каждый день, то достаточно часто происходят и незаметные убийства, когда нацисты убивают приезжих людей в Россию. И это самое страшное. И сегодня я знаю, что этот мемориал подвергся тоже странной атаке. Как видите, это стихийный мемориал. Здесь фотографии Станислава, Анастасия и цветы, свечи. И, насколько я знаю, он сегодня сначала был установлен днем, а потом фотографии куда-то пропали. И ребята просто восстановили его заново, потому что это бесконечно важно помнить такие дни. И помнить значит бороться. И я думаю, что те люди, которые могли так варварски поступить в такой день, ну наверняка они поддерживают эту страшнейшую идеологию, которой просто быть не должно. Не пугает ли вас то, что проявления фашизма мы наблюдаем на государственном уровне? Ну на самом деле меня в принципе пугает слово фашизм или нацизм. И когда мы видим любые проявления, какие бы то ни было, со стороны государства или со стороны каких-то отдельных личностей, да, там от государства или от общественных организаций, или там я не знаю, любых абсолютно, то это в любом случае должно пугать. То есть фашизма быть не должно, нацизма быть не должно. Это ясно как день. То есть это какие-то вещи, которые, они абсолютно простые. Это как дышать. Просто их не должно быть. Так же, как не должно быть насилия, так же, как не должно быть, ну какие-то, я уже не хочу сейчас переходить на какие-то политические моменты, потому что вот сегодня этот мемориал, это не политическая акция, это день памяти, и я не считаю политическими акциями заявления о том, что мы должны бороться с нацизмом, что мы должны бороться с национализмом, что мы должны бороться с фашизмом. Это не политика. Бороться с нацизмом значит просто жить, да, то есть нет ничего важнее человеческой жизни, а значит всё, что выступает против человеческой жизни в любых проявлениях, это эта идеология зла ее просто быть не должно это не политика это это просто жизнь тем не менее в москве концерт в памяти мы дали сорвать да на самом деле его пытались сорвать несколько раз причем это какие-то абсолютно свинские вообще поступки которые я считаю что ну на самом деле их невозможно объяснить никакой логикой возможно объяснить может быть только какими-то эмоциями потому что если ты срываешь или если ты пытаешься до побороть какие-то вот такие вот эти фашистские акции ну значит и кто фашист я только этим могу объяснить а соответственно если люди это делают значит они либо в тайне либо публично поддерживают нацистскую фашистскую идеологию только такие мысли мне приходят на ум и я знаю что сегодня во многих городах на самом деле происходят акции и в питере антифашисты вывешивали баннеры и в новосибирске еще во многих во многих городах и это очень важно помнить об этом и очень важно чтобы такого никогда не повторялось мы должны с этим бороться слава богу что убийцы маркелов и бабуровой получили заслуженное наказание что да там они получили пожизненное еще одна получила 18 лет но потому что женщина в россии не дали пожизненное да и но об этом нужно помнить я считаю что мы должны помнить о тех людях которые убиты по политическим по идеологическим мотивам потому что вот эти люди адвокат станислав маркелов и журналистка новой газеты оси бабурова еще и как близко она была они были антифашистами они желали лучшего для нашей стране они вели законную общественную деятельность политическую может быть даже и были убиты не нацистами сожалению у нас многие не у нацистские так скажем движения они долгое время в россии но если не воплощались государством то как минимум всего молчаего согласия существовали сейчас я считаю что недопустимо вообще что в нашей стране победивший фарсизм фашизм многие высказывания многие скажем действия некоторых лиц которые никак не волокируются государством они носят откровенно фашистский характер не хотелось бы чтобы так было и хотелось бы чтобы в россии помнили как вот 19 января по случаю этого убийства был признан днем антифашиста помнили этот лозунг помнить значит бороться и помнили всех жертв политических убийств в россии которых помимо маркелов и бабуровой к сожалению очень много